К другим темам. В учреждениях среднего специального образования Саратовской области получат новую технику. Напомню, с такой инициативой выступил депутат Госдумы Николай Панков. Он обратился к руководству Росагролизинга за помощью в приобретении современной сельхозтехники. Подробнее об этом в нашем следующем материале. Эту технику давно пора списывать, но выбора у преподавателей Дергачевского агропромышленного лицея нет. Учат на такой. На этом оборудовании проходит практику уже несколько десятков поколений выпускников. Учебное учреждение Дергачей – кузница кадров для многих сельхозпредприятий региона. Ежегодно отсюда выпускаются самые востребованные специалисты аграрного сектора. Изучая и проходя практику у нас в учреждении, на технике, которая сегодня и морально, и физически устарела, придя на производство, они встречаются с новой техникой. Вот и получается, что после окончания учебы молодым специалистам заново приходится учиться. Уже на новой технике. На предприятии Дергачи-птица выпускников лицея рады брать на работу. Но признают, подготовка из-за обучения на старой технике не всегда то, что нужно. Ребят надо переобучать на хорошей технике. Потому что та техника, к которой мы привыкли, она в лице была, ее надо менять. Потому что все модернизируют, и ребята, приходя с лицея, конечно, на новой технике, работают с удовольствием. И хотели бы такую технику видеть у себя тоже в лицее. Техника будет, заверил депутат Госдумы Николай Панков. Почти два месяца назад он лично убедился в том, что новое оборудование лицею необходимо. Народный избранник обратился к руководству Росагролизинга с просьбой помочь приобрести технику для девяти учреждений среднего специального образования. Сегодня устаревшая учебно-производственная база является одной из основных проблем в системе подготовки кадров для АПК. Совместными усилиями мы будем решать этот вопрос, добиваться того, чтобы студенты аграрных техникумов и лицеев получили качественное образование. Они – будущее нашей сельскохозяйственной отрасли. Этим ребятам предстоит обеспечивать продовольственную безопасность региона и страны в целом. Конечно, они должны учиться на современных образцах сельскохозяйственной техники, разбираться в современных машинах, которые закупают сельхозтоваропроизводители. Вопрос приобретения техники для учреждений специального образования руководители учебных заведений обсудили напрямую с руководством Росагролизинга. Их встреча прошла в столице. Елена Петрова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.